Ребятки привет, с вами Александр, приветствую вас на канале Linkagame. С очень давних пор ждет моего внимания это древнее существо, летающая рептилия птерозавр Рамфаринг. С начала зарождения самые первые птерозавры имели ужасную пасть, усеянную множеством кривых, уродливых зубов и длинные хвосты. Все это есть у нашего сегодняшнего героя. Но со временем более поздние и развитые птерозавры отказались от хвостов и от зубов в пользу птичьих клювов. Перед тем как мы продолжим, рекомендую посетить и подписаться на канал моего нового друга Семена Ученого. На его канале вы найдете прикольные познавательные видео про динозавров и других животных, космос и мифологию, а также многое другое. И как утверждает Семен, вы будете знать больше. А это круто. Ссылка в описании под этим видео. И конечно же не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. Рамфаринхи это род длиннохвостых птерозавров из одноименного подсемейства, семейства Рамфарнициды. Жили они именно в юрском периоде, 161-145 миллионов лет назад на территории Европы и Африки. Само название Рамфаринг происходит от двух древнегреческих слов, которые переводятся как клюв и морда. На концах их длинных хвостов располагались ромбовидные пластины-балансиры. Крылья были длинные и узкие. Череп большой с многочисленной россыпью зубов. Длинные криворастущие зубы разной величины были направлены вперед, что позволяло Рамфарингам на лету нанизывать на них рыбу. Эти древние птерозавры не могут похвастаться выдающимися размерами. Они не были орлами юрского периода, а скорее чайками. Длина тела достигала 40 сантиметров, высота 30 при весе примерно 3 килограммы, как у моей кошки. Но если замерить длину туловища вместе с хвостом, то она достигала 1,26 метра. И размах крыла был не такой уж и маленький, 1,81 метра. По данным на декабрь 2016 года, в роды Рамфаринха включают 3 вида. Это Рамфаринха Чесси, Рамфаринг Джессони и основной типовой вид Рамфаринг Мюнстери. Существует еще один вид Рамфаринха, Рамфаринг Тендегрэнсис от 1931 года, но он находится в особом статусе из-за недостаточности данных. Исходя из кладограммы 2013 года, скафагнаты находятся в близком родстве с Рамфарингами, что и неудивительно, глядя на их внешнюю схожесть. С возрастом молодые Рамфаринхи менялись внешне. Короткий череп с большими глазницами удлинялся, кончики нижних челюстей становились длинными и тонкими по мере роста животных. Взрослые Рамфаринхи несли мощный загнутый вверх крюк на нижней части челюсти. Количество зубов оставалось постоянным как у подростков, так и у взрослых особей, хотя зубы становились более короткими и толстыми, что позволяло ловить более крупную рыбу. Форма хвостового балансира также менялась с возрастом. У молодого поколения балансир был мелким почти овальным, по мере взросления форма балансира становилась ромбовидной, а у самых крупных особей треугольной. Самый маленький известный образец Рамфаринха имел размах крыльев всего лишь 29 сантиметров. После вылупления из яйца молодым Рамфаринхам скорее всего требовалась родительская забота. Несмотря на неплохие средние темпы роста в течение первого года жизни, это от 130 до 173 процентов они увеличивались за первый год, что быстрее чем у современных аллигаторов, рост значительно замедлялся после половой зрелости. Так что достижение максимального размера занимало около трех лет. В то же время у крупных представителей подотряда птеродактилей, таких как птеронодоны, темпы роста были куда быстрее. Они достигали своего максимального размера уже через один год жизни, оставляя далеко позади всех крокодилов. По мнению ученого Беннета, Рамфаринхи были хладнокровные. Перед первым полетом они грелись на солнышке и разогревали мышцы, чтобы накопить достаточно энергии. Последние данные свидетельствуют о том, что они охотились подобно современным морским птицам, ныряя за жертвой в воду. Как и некоторые птеродонтины, имели короткие торсы и короткие ноги. Ступни были широкими и большими, полезными для сильного толчка, что позволяло взлетать с поверхности воды. Вполне удивительный факт, что Рамфаринхи могли садиться и даже нырять под воду и взлетать с нее. Так как это могут делать современные птицы, например, утки или чайки, но в отличие от птиц, у него не было перьев, которые бы могли оттолкнуть от себя воду. Довольно интересный для меня момент. Рамфаринхи имели превосходное зрение. В их глазах были стеротекальные кольца. Это костяное кольцо, расположенное за радужной оболочкой в глазах некоторых современных и вымерших животных, таких как птицы, динозавры, птерозавры и ихтиозавры, за исключением млекопитающих и крокодилов. Эти кольца позволяют делать более точную фокусировку глаз, а также выполняют поддерживающую функцию, особенно у тех животных, чьи глаза не имеют сферическую форму и живут под водой. Сравнение этих колес Рамфаринхов и современных птиц и рептилий указывает на вероятно ночной образ жизни этих птерозавров, как у современных ночных морских птиц. Это также может означать, что Рамфаринхи делили экологические ниши с древними птеродактилоидами, такими как скафагнаты и птеродактилии, находились одновременно на одной территории, но из-за того, что они охотились в разное время суток, они не конкурировали между собой. Рамфаринхи тесно контактировали во время охоты с гоноидными рыбами типа Аспидоринкус. Эта рыба внешне отдаленно напоминает щуку. В одном из закаменелых образцов челюсти Аспидоринкуса проходят через крыло Рамфаринха. В то же время останки мелкой рыбы, возможно это был лептолепедис, находились в горле Рамфаринха. Рамфаринг поймал лептолепедиса во время плавания. Пока он глотал свою добычу, он сам был атакован большим Аспидоринкусом, который случайно проткнул мембрану его крыла и запутавшись вместе они погибли и утонули. И в таком вот виде они дошли до наших времен. За всю историю открытия и изучения Рамфаринхом им присваивались многочисленные разные имена, которые вы сейчас видите на своем экране. Прошло довольно много лет, пока Рамфаринхов начали называть Рамфаринхами. И немножко давай теперь палеонтологической истории. Первый образце окаменелости Рамфаринха, которым было присвоено название, попал к ученым от коллекционера Георга Цу Мюнстера в 1825 году. В те далекие времена, в середине 19 века, Рамфаринхи считались разновидностью птеродактиля. Впервые он был описан палеонтологом Георгом фон Майером в 1847 году, спустя 22 года. Включал в себя три вида. Отличительные чертой Рамфаринхов были длинные, укрепленные связками хвосты с характерными ромбовидными кисточками в конце. Но только в 1861 году Ричард Оуэн, не тот Оуэн, что Греди из мира южского периода, опубликовал книгу с переоценкой, где дал название Рамфаринхус Мюнстери вместо Птеродактулус Мюнстери. Мюнстер это тот самый коллекционер, который передал на изучение первые образцы Рамфаринха. А именно тот первый образец, который в 1825 году был найден, был утерян во время Второй мировой войны. Ранее Рамфаринхов разного возраста часто называли разными видами. Пока в 1995 году исследователь птерозавров Кристофер Беннетт это не устранил. А посмотреть на Рамфаринха, так сказать, вживую, можно во всем известной серии документальных фильмов «Прогулки с динозаврами». И вот, ребяточки, вот так вот прекрасно порхает наш герой сегодняшний, и такой вот ужастик-зубастик Рамфаринг. Вот у нас, можем сказать так, молодой представитель своего семейства. Зубы большие, длинные, тоненькие, да. И у нас есть длинный хвост, что говорит о том, что это довольно примитивный птерозавр, да. И вот там вот что-то такое вот ромбовидное на конце хвостика у нас тоже есть. Это у нас редкий птерозаврик, ну, особые показатели, конечно, с легендарным их сравнивать нечего. Но вот уже на 20 уровне, смотрите, он у нас уже позеленел, да. И на 30 уровне вот такой вот. Сейчас мы его вместе с вами будем качать и проведем парочку боев. То есть он у меня уже очень много, не знаю, наверное, может год ждет, пока я его прокачаю, ребята. Ну, хорошо так анимированный, прикольный такой Рамфаринг, да. Давайте сразу глянем на его родственника Скафагната, да. Как мы уже знаем, вот такой вот у нас Скафагнат. Ну, далекого родственника. Так. И вот так вот. Ну, такой вот Клюда тоже загнутый вверх, зубы торчат вперед. Ну, и длинный хвост тоже с набалдашником. Характерные черты. Так, давайте будем делать, наверное, еще одного двадцатого. Так. И пойдем еще потом постражаемся. Так, тридцатый. Нет, давайте пока что тридцатого делать не будем. Он у нас, Рамфаринг, участвует тоже в создании гибрида. Это у нас Уинайзавр плюс Рамфаринг. Получается Уинайринг. А Уинайринг у нас довольно клевый гибрид. Один из лучших травоядных. То есть там, ну, сильнее его только Сигнозуха, конечно. Сила удара у него очень хорошая. 1200, ну и в жизни, в принципе, неплохо. Так что Рамфарингуса. Качать монстры стоит. Стоит всем. Итак, у нас есть два тридцатых и два двадцатых. Хорошо, давайте еще одного десятого сделаем. Вот так вот он прекрасно лазает у нас по деревьям, ребятки. И перелетает в кормушечку свою. То есть, ну, анимация прикольная. Зубы торчат таким вот вообще веером. Давайте сейчас запомним мы нашу силу удара. Это 127 и 83. И пойдем сейчас сражаться в ПВП. Давайте возьмем вот такую вот троицу. Конечно же, три петерозавра нас могут легко наказать, если будет какой-то один или два травоядных. И противник будет толково играть. Вот есть у нас травоядный. И, конечно, попробуем как-нибудь выкрутим. Чезингоптер у нас, ребятки, будет в качестве мяса. И я очень рад, что мы сражаемся с Ромфарингом, что я его прокачал. Потому что, ну, где я еще увижу таких вот простых динозавров, да, на арене. Так, ну, три балла. О, он легко мог нас прикандычить. Мы сейчас уже не будем так рисковать. Баллы все будем сохранять. Но ни над кем мы здесь не имеем преимущества. Потому, будем тащить скиллом. Так, какая у нас сила удара? Печальная у нас сила удара. Жир на ринг у него идет следующий. И сумчатый лев, у них очень сильный демаг. Ну, скорее всего, мы здесь сольемся. Но мы главное смотрим на анимацию. У нас был укус от Ромфаринха. И главного противника мы здесь преодолели, да. Ну, по силе они примерно одинаковые. И нас сейчас как раз на четыре, наверное, пробьют. Да, на четыре нас пробили. Мы, конечно же, легко завалим Лимна Ринка. Но просто не хватит нам баллов, ребятки, защититься от льва. Потому что он... Вот если бы мы за два справлялись, то было бы хорошо. А так он нас пробьет, скорее всего. Ну, я так думаю. 174, да. Да, был бы здесь какой-то другой хищник. Будь хотя бы такой же птерозавр, как мы, мы бы победили. Но, нет, здесь двух ударов ему хватит. Прикольно даже видит сумчатого льва третьего уровня. И, кстати, да, нам тоже любопытно посмотреть на лежащего на полу Ромфаринха. Так, ну, а мы тогда сейчас качаем дальше нашего Ромфаринха. И возьмем уже на этот раз такую парочку правильную. Будет у нас тридцатый Ромфаринг. Разбавим его каким-то хищником. И потом еще возьмем сорокого Ромфаринха напоследок. Я думаю, в такой вот комбинации мы обязательно одержим победу. Так, давайте сразу сделаем еще тридцатого. И потом полюбуемся на нашего сорокого. Там уже вижу у него какой-то измененный хвост. И, наверное, что-то с головой тоже произошло. Разработчики пофантазировали. Давайте на это сейчас мы посмотрим и прочитаем, каким же у нас был Ромфаринг с точки зрения разработчика. В игры совпадает ли это с той информацией, которую я вам только что сказал. Так. Ну, так вот зелененький побежал себе в кормушку. И смотрим на нашего Ромфаринха. Кстати, одна из первых картинок, которые вы видели, был вот этот уже такой прикольный Ромфаринг, у которого здесь были еще такие лепестки. Лепестки висали вниз. Ну, кто внимательный, тот заметил, что это были какие-то типа кожаные отростки. То не клюв такой загнутый, а именно какие-то были украшенчики. Вот хвост у него такой стал более размашистый. Ну, выглядит прикольно. Напоминает, кстати, да, там была еще картинка похожая на Вуди Вуд Пекера. Вот это вот наш вариант. Пекер Ринг. Так, 40-30. Ага, вот еще тогда. Давайте, нужно нам еще 20, еще одного нужно будет вырастить. Так, ну, у меня сейчас все инкубаторы заняты, потому как бы на рынок идти не буду. Так. Да, ну и вот так вот, да. 20, 30 и 40. Так, 180, а здесь 127. Давайте будем читать. Так, вы знаете, что Рамфаринг означает морда с клювом. Да, двух древнегреческих слов, мы это уже знаем. Название он получил, как вы уже догадались, благодаря своему клюву. Морда-клюв. Ну, удивительно. Так любую птицу назвать можно морда и клюв. Морда и зубы, это было бы более предпочтительно. Рамфаринг обладает острым клювом, иглоподобными зубами. Идеально подходящим для ловли рыбы в небольших, ибо небольших головоногих моллюсков. Ну, типа там всяких этих кальмарчиков маленьких. Так. Поначалу окаменелся Рамфаринха приняли за останки древней птицы. Лишь в 1831 году он был признан птерозавром. Да, ну мы в 25-м году его нашли. Нашел коллекционер, передал ученому. И там уж... Когда там его рассмотрели? Ну еще спустя там лет 7, да или сколько его уже классифицировали как... Ну, присвоили ему, по крайней мере, имя. Имя отдельное. Ну, птерозавром его называли. Да, птеронодонтом. Не, птеродактилем точно, птеродактилем. Так, размах крылья Рамфаринха составляет 1,8 метров, как у большой голубой цапли. Ну да. Ну, туловище было при этом короткое. Там 40 сантиметров. Вот так вот, ребятки. Ну что, погнали сражаться. Вот такую вот, ребятки, возьмем троицу. То есть 30-й Рамфаринг, там стегозавр. Два этих более слабых. Рамфаринг здесь у нас идет помощнее. Ну, погнали. Блин, подождите! Травоядный! Чего я травоядного взял? Хищник мне же нужен был. Ну ладно. Что поделаешь? Так, 142. Блин. У него и травоядный, и хищник. Короче, мы в очень невыгодной ситуации. Так, ну, давайте сейчас будем что-то пытаться здесь слепить. Раптор. Красиво нарисованный Раптор у нас. Так, ну, мы еще ударчик один выдержим. Есть ли... А, черт! Три-три-три-три-три-три-три пробьет. Нет, не пробил. Ха, нам повезло. Нам повезло. Но на самом деле не очень нам повезло. Потому что этого-то красавчика я пробью. А вот следующего гибрида мне придется убивать Рамфарингом, что ли. Если Кецекатли мы с Тегазавром сейчас завалим. На все четыре он проатаковал. Знаете, нам нужно даже подмениться. Тогда у нас вот сейчас появится у нас больше шансов. Вот так вот давайте у нас смотрим на атаку Рамфаринха. Удар такой с правой. Сейчас у нас шансы есть. Есть шансы. У пахи Цефалозавра удар не такой уж сильный. Ну, я думаю, мы уже победили. Противник вряд ли нас перехитрит. А мы здесь выкрутились. Так что, если ты не поставил до сих пор лайк, самое время поставить. Супер удар от Рамфаринха. И это победный удар, ребята. Ура! Есть! Это был тяжелый бой. Мы были в не лучшем положении, не в лучшем. Но мы одержали победу благодаря своему навыку. Так что, ребяточки, надеюсь, это видео вам понравилось. И вы не забудете посетить и подписаться на канал Семена Ученого. На этом же я с вами прощаюсь, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok